Так, значит, опять возвращаемся к творчеству известного гомоборца Андрея Кураева по поводу того, что он обсуждал вопрос, насколько священник может быть недостойным человеком и при этом являться, оставаться священником. Здесь есть некоторый аспект, который, разумеется, Андрей Кураев совершенно не затронул, но о котором будет очень интересно поговорить. Значит, вообще говоря, этот вопрос вставал не первый раз о недостойном поведении священника, и всегда обсуждали, те таинства, которые и те действия, которые совершает священник, они сколько-то умоляются от того, что он, например, после службы лежит пьяный в лужи? Нет, ответ, не умоляются, потому что причастие он получает определенного рода магические способности, например, умеет превращать во время известного таинства вино в кровь Христову, тело, хлеб в тело Христово, да, и все это вместе предлагает своим верующим в качестве употребления, в качестве пищи, да. Это он обладает такими свойствами, они на него накладываются, его поведение на них никак не сказывается, оно их не умаляет и не увеличивает. Но гораздо интереснее посмотреть на другой вопрос. В самом деле оно их, может быть, не умаляет, а, быть может, их увеличивает. Быть может, святость священника, который, как мы знаем по Андрею Кураеву, только что отсосав своему послушнику, после этого напившись пьяным, сводившись в лужу, разбившись в Мерседес, ну все, что мы из Бога Андрея Кураева знаем во всех красках и так далее. Его, быть может, его святость и причастие лику русской православной церкви от этого только возрастает. Но в самом деле, в самом деле, это я о том, что о веселом. В самом деле, ведь есть же культ юродства на Руси, очень распространенный, не только в том смысле, в который я в это дело обычно вкладываю, но еще и культ юродства этот, он, быть может, и распространяется на священника, хотя, конечно, юродивы и священники русской православной церкви, это были две группы людей, чрезвычайно разделенные между собой. Никак между собой не связаны. Юродивы, как правило, это психически больные люди? Ну, не обязательно психические, которые ведут себя как-то странно и неадекватно, с нашей точки зрения. Но, с другой стороны, можно сказать, что этим самым они демонстрируют надмирное поведение по отношению к миру, немирность мира. Вот есть другое излечение по поводу того, что сила Божия в нем еще совершается, что именно Господь стоит перед, человек стоит перед Господом, именно в православной традиции, таким образом, что отлицает с собой полное ничто. И он тогда взыскивает Бога, и Бог дает ему все, что быть может. Но для того, как человек должен получить эти дары от Господа, он должен это свое ничто, как бы так продемонстрировать, раскрыть. Ничто, ничто – это же не есть, грубо говоря, блуд и привык деяние. Нет, это в первую очередь блуд и привык деяние. Никой образом. Ничто – это, как раз, наоборот, отсутствие вообще всего. Человек, грубо говоря, стоящий перед Богом как ничто – это нечто вообще… Нет, в первую очередь человек говорит о грехованности собственной природы. Что нет праведников, каждый грешен, и я грешен тоже. Есть тоже такая христианская точка зрения, что человек не рассчитывает… Грех просто как факт или грех как деяние. И как факт, и как деяние. Это разные грехи. Грех ведь, наоборот, суть-то, как бы, веры в том, чтобы осознавать свою греховность и пытаться грехов не повторять, а человек, который сознательно еще усугубляет их, какая же тут у него… Да, да, такая вот своеобразная точка зрения, она состоит в том, что я не дерзаю совершать некие праведные действия. Но это не имеет никакого отношения к православию, к христианству. А почему? Есть же та же самая, что сила Божия в нем еще совершается. То есть священник признает в себе человеческую природу, ничто не лишенную соблазнов и так далее, и живет как факт. Речь идет о некоторой определенного рода гибридисе… Нет, но священник же на самом деле кается и понимает, что это совершает неправильные дела. Не так, конечно, что он просто живет как живется, и все. Не так. Да, он, конечно, совершает. Он кается. Это вот Андрей Кураев очень хорошо… Он накладывает на себя эпидемию. Такой, по-моему, Тверской, да, и епископ, который, позанимавшись любовью с иподиаконом, всякий раз молился очень Истово. Потом снова занимался любовью с иподиаконом, и снова Истово молился. Ну, это, по-моему, патриарсковая архиепископовичная такая. Просто действительно на религии же присутствует, христианство в том числе, понятие покаяния. А мы греховно в природе. Ну, это так можно, Андрей Курасович, для того, чтобы человек пошел, убил, тут же помолился, покаялся, пошел, дальше убил. Покаяние должно быть искренним. Как раз искренний критерий искренности покаяния – это то, что человек стремится всеми силами не повторять греха. Ну, а если грех так силен? Ну, понимаешь, арх. Вообще говоря, считается… Почти не надо быть священником. Нет, нет, это совершенно… Общее место – вот это, что если человеку много дано, то его грех более сильный. Да, это совершенно твердо, ясно. Это в православии, точнее, в христианстве, многократно раз эту позицию люди описывали, что поведение, нравственное поведение священника на совершенство совершаемой таинств никак не влияет. Ну, фактически мы приходим к Митше, который говорит, что христианство есть религия у богих, больных и немощных. Да, конечно, это конечно, это так. По сути, получается, что все больные, все извращенцы… Просто не возникает… Идите прямым ходом в это самое христианство, становитесь там священниками и так далее, и руководите пастрой своей. Да, Игорь, таинство о исповеди, оно отпускает грехи на весь несовершенный момент? Отпускает? Отпускает, да. А потом, а если ты не смог и умер, то еле помазание тоже отпускает. Нет исповедь? Нет. Ну, смотрите, какая история. Как бы, а отпускает грехи бог. Да. Поэтому здесь священник выступает лишь как бы тот, кто принимает исповедь и потом читает молитву. Да? Он как бы служит таким знаком, подкрепляющим надежду человека, который исповедуется на то, что ему грехи прощены. Но дело же в том, что, ну, грехи… Ну, Бог не упростил грехи. Ну, а как же паралит рассказывает, то, что вы развяжете на земле, будет развязано на небе. То, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Значит, священник сам действительно отпускает грехи. В Евангелии так и написано. Нет, священник не может отпускать грехи. Прямые слова Христа. То, что вы развяжете на земле, будет развязано на небе. То, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Да. И где сказано, что это про таинство исповеди, которое вы тогда имели? Это сказано, что в принципе, как бы, что люди обладают властью определенного рода. В том числе властью прощать. Но тем не менее, когда священник совершает определенного рода действия, на которые он уполномочен, благодаря определенному сакральному статусу, которому продается правилка положения, он его совершает. Тем самым можно с уверенностью говорить, что если священник правильно был посвящен священнике и правильно провел вот эту самую процедуру, то грехи на весь тот момент Бог отпустит. Еще раз. В этом нет способа убедиться. И это предмет веры. Это предмет веры. Почему? Потому что Бог может тебе отпустить твои грехи, Он тебе может их простить. Но вопрос еще, как бы, здесь это действие двустороннее. Насколько искренне было твое покаяние, насколько действительно ты раскаялся и не хочешь повторять эти совершенные грехи. Если с твоей стороны недостаточно сильное желание, то желаемого результата ты не получаешь. Вот не происходит вот этого роста, о котором было сказано, что следует стремиться к какому-то улучшению собственной природы. Но я не очень понимаю, ты с чем полемизируешь у Кураева-то? По какому-то с ним соглашаешься? Нет, я с ним вообще не соглашаюсь, потому что... Кураев выставляет такую точку зрения своеобразную. Он оспаривает тысячелетнюю традицию, которая состоит в том, что нравственные и поведенческие стереотипы священника они никак не влияют на сущность совершаемого таинства. Кураев – это не произносительная формула, он стоит это под вопрос. Да нет, это на самом деле общее место. Это все так называют, что... Я так говорю... Прямо... На самом деле таинство совершается. Да, таинство совершается. А я так говорю, прямо нечто противоположное, я адресую это дело, действительно, было здесь прав совершенно, к юродству и к остальным практикам. Что, быть может, что непотребное поведение священника является обязательным условием, быть может, убедительности и сакральности совершаемого таинства. Не может быть праведный священник по определению. Тогда то, что он делает, это нечто недостойное священнику. Почему? А? Почему? А кто Кураев, вы говорите, фамилию, это же должность кто-то сейчас занимает? Нет, он никакой должности не занимает. Ну, Игорь имеет в виду, что в каком-то смысле священник и юродивы, это, в общем, одна какая-то специфическая такая роль или функция. То есть священник, каждый, как бы, в каком-то смысле является юродивным. Чисто фамилию, я не очень понимаю. Если таинство делается, ну, это функция какая-то, что правильно или неправильно, это же вообще без разницы. Да, но вот речь идет о том, своеобразном тезисе о том, что сила Божия в немощи совершается. И максимальное раскрытие в себе немощи, таким образом, оно оказывается, есть нечетая некая сила, которая призывает дополнительную силу Божию. Ведь сказано же тоже, вот у других уже авторов из 20 века, что мы должны быть настолько бессилен, насколько бессилен наш Бог. Ну да, только в чем это бессилие состоит, в этом же большой вопрос. Мне кажется, знаешь, Игорь, ты, мысль, да, я теперь понял, в чем состоит мысль, что священник должен быть таким вот юродивым. Видишь, какая же... Да, и тогда вот это... Нет, должен. Да, что? Получается, что тогда вот это непотребная тряга к роскоши, это бессмысленная зола, этот повсеместный гомосексуализм, который мы имеем в русской православной церкви, и все остальные вещи, это оказывается совсем не... Ну, это вот такое своеобразное юродство русских ярхов. Вот такое. Возможно, что если бы они были все, как бы, образцами, возможно, как бы это народ на ворогу оттолкнуло. Ну да, что-то было не то. У меня есть знакомая свидетельница Егова, и она говорит, что каким образом она в свое время ушла от православия и перешла к свидетелям Егова. Она увидела каких-то мальчишек, которые стояли за церковью, которые матерились и курили, и пили пиво из банка. А потом она зашла в церковь, это было спасо-приображенском соборе, и там приехал какой-то русский православный архив, и они ему прислужили, беремеслужили. И вот так вот на ней оказалась, ее вера оказалась то слаба, что она стала после этого свидетельницей Еговой, и показалась это чрезвычайно недостойной. То есть такая точка зрения есть. Вот я хочу сказать, что вот это стяжательство, жажда к золотым поврекушкам, прямой атеизм, невоздержанность всевозможного рода сексуальных извращений, которые нам русская православная церковь демонстрирует в 21 веке, в таком нагопогразии, это всего лишь по моему юродству быть может. И хоть может на самом деле то, что православие должны это и видеть, это своего рода проверка такая, да? Да, да. И испытание. Сможешь ли ты на самом деле, несмотря на все, как бы обстановка, остаться в вея, да? Насколько вера твоя тверда? Как бы постоянно проверить? Ну, не знаю, как испытание, но это не... И соблазн. Да, это некоторая ситуация, вот это вызывание того самого небытия абсолютно, в котором сила Божия совершается. Вот что дело. И православие, и общее христианство. Я думаю, что и общее христианство, но благодаря Андрею Кураеву мы особенности сексуальной жизни знаем исключительно русских священников. Нет, ну там тоже интересно. Вы на этом так все, вот об этом все говорите, что и как будто это только является атрибутом русско-православной церкви. Ну, я Кураеву говорю. Ну, Кураеву, ближайшие. Да, ближайшие Кураевы. Нет, ну там что скандаловало много? Скажешь, что не готовим. Знаете, есть замечательный фильм Голгофа, в ритацке, там есть хорошие священия. И много там с ним вещей делается, в том числе, он просто идет на берег моря, в тот момент, и тут видит какую-то девочку, которая со школьной формы движется туда же, и он с ней просто заговаривает. Вдруг тормозит какой-то отец этой девочки, так, что он тебе сказал, не смейте приближаться к моему ребенку, и так далее. Тут так хоп, а он все это с ней заговорил. Но репутация у католического священника, она такова, что подходить к ребенку и что-то еще, это любое возникает, как сексуальное насилие, надо будет любое. Так что не только здесь. Проблемы это везде, во всех, во всех, в других. Да, и вот это вот очень-очень неинтересно, то есть, это вот такая своеобразная, это вот, ну, протоиерея Всеволод Чаплин, да, он это такая форма современного иродиума, или что-то иное? Ну смотри, мне кажется, что ты пытаясь перевернуть этот тезис, ну смотри, у тебя получается как, что состояние священника, его нравственное состояние, является условие и его священство. только в противоположность общему мнению, что условием, личными качествами, должна быть какая-то там порядочность, рассудительность, там, уверенность, моральность и всего прочего. Ты говоришь, что нет, наоборот, должно быть чем безобразнее, тем лучше. Да, чем грязнее лужи, в которой он лежит после премоведения. Я понимаю, да. Так же, витивировку тоже точно так. Мне кажется, что здесь нет. Дело в том, что смысл этого тезиса, что сила Божия в слабости совершается, она как раз в другом. Она как раз говорит о противоположном, что вот если в нем, если ему этот, на него функция священства или епископства возложена, то это означает, что она будет совершаться вне зависимости от его качеств. Тут как бы трагедия их именно в этом состоит. Я думаю, это отчасти потому, эти люди иногда идут в разнос, потому что они понимают, что вот их эта функция от личных качеств не зависит. Просто не зависит. Будет он хорошим, будет он хорошим человеком, будет он плохим человеком. Да, но юродство юродивого есть нечто, что он реально совершает. От него зависит от лишних качеств, конечно. Юродство юродивого зависит от его личных качеств. Потому что если на место юродивого выйдет юродивого, то вы не увидите этого эффекта. Нет, ну функция же юродивого не в том, чтобы заниматься анонизмом на площади. Юродивый и грешник это не синонимы. Совершенно верно. Но он ведь усугубляет. Нет, нет, нет. Вот в чем здесь прелесть этого тезиса. Что как раз сам Андрей Кураев является как раз необходимым дополнительной вещью. Так это просто грешник. Он везет там у себя в спальне, что-то делается и под геодиаконами. И об этом люди, знающие знают, большинство не догадывается. Андрей Кураев, влеку это в собственном блоге, превращает его вот это действие кого-нибудь там, Севолод Чаплина или кого-то в акту юродства. Вот в чем дело. То самое анонизм на площади. То есть Андрей Кураев выводит это дело на площади. А не по вакту. Юродивый выходит на площади, он сам это делает? Да, юродивые часто сами не понимали, от чего делали. Все деревенские дураки, дурачки, которые были святы, безусловно. Они были святы, но тем не менее трудно сказать, что они много понимали, что они так. Юродивый кто создает? Юродивый создает юродивы? Или окружающие? Господь создает юродивы, конечно. Здесь смешиваются, по-моему, как всегда, два разных смысла этого слова. Во-первых, есть юродивый в русском языке в смысле умалишенный и действительно все деревенские дурачки или городские дурачки именуются юродивыми. И они в некотором смысле в массовом сознании воспринимаются как святые. Это то же самое как бы эффект массового сознания, как вот дикари, например, не трогают сумасшедших. Известные обстоятельства. Для них сумасшедшие это люди божьи, которые нельзя, или люди духов, и вообще потусторонние, которым нельзя причинять вред ни в коем случае. Вот это вот отношение к городским дурачкам, похоже, это всего лишь рудимет вот этого архаичного дикарского сознания. А те юродивые, которые составляют, собственно говоря, форму святости, про них известно вполне определенно, что они не были психически больными. Они вели себя эксцентрично, экстравагантно и безобразно, совершенно сознательно. Не потому, что были больны, а потому, что имели весьма определенную цель. Вот и все. Поэтому, понимаешь, как бы, юродивый может оскорбить общественную мораль. Юродивый может оскорбить как бы вот мнение всех окружающих. Этого он может сделать. но он при этом имеет цель. Он имеет цель. Он оскорбляет не просто для того, чтобы оскорбить, а именно цель. Совершенно верно. Он не напивается и падает как бы мордой в грязь, желая тем самым что-то миру сказать. Он страумеет в ютной памяти совершает совершенно другие действия. Например, кидается навозом в церковь. У этого есть совершенно отчетливый смысл, который кому-то не сразу ясен, кому-то пусть и объясняется. Но это совершенно четкий религиозный смысл этого есть. Вообще цель всякого юродивого не в том, чтобы юродствовать, а в том, чтобы вот как бы своим этим экстантичным поведением толкнуть конкретных людей к личным отношениям с Богом. Это, кстати, еще, по-моему, момент важный в обсуждении твоей гипотезы. Понимаешь, ведь цель священника не в том, чтобы выполнять таинства, а в том, чтобы быть как бы ассистентом для людей, ну и у епископа то же самое, да, быть ассистентом для людей в том, чтобы они устанавливали личную связь с Богом. а вот все эти таинства, они чрезвычайно важны, и все это совершенно замечательно, но надо понимать, что они выполняют служебную функцию, только служебную, это не означает, что кроме как в таинствах человек может установить отношения с Богом, ничего подобного, может. это так получается, что как раз если священник плох, если он безобразен, то личные отношения с Богом лучше установятся. Нет, это не обязательно, потому что это вообще не связанные вещи. В нашей ситуации, где священники ведут себя не для того, чтобы наладить связь с Богом, с людей, они занимаются уже ужасом ради своих личных интересов, а они ради интересов вполне возможно, я была там соглашусь, что они так по связи с Богом. Да, что они так по связи с Богом. Свои личные. Нет, они у всех остальных людей. Но тогда почему люди об этом не знают? Нет, они поймут, тогда можно делать это открыто. Есть громадное искушение перенести свойство Бога на свои слуги его, на свой искушение. Всегда. И они демонстрируют своим вот этим замечательным поведением, с этим алкоголизмом, с держательством, что они здесь ни при чем. То есть они выполняют некую сервисную функцию, но при этом оставляют человека один на один с Богом. Они хуже даже вот этих приказов. Этого они должны это афишировать, показывать. Ну вот и делом деятельность Андрея Курана была очень важна. Под завязку я прочитаю маленький текстик на эту тему. Мария Кучевская такая значит так, постник. Один батюшка был людоедом. Приходит к нему человек на исповедь. Ну и что читать такие рассказы? Зачем он скажет? Подождите. Приходит к нему человек на исповедь, а домой уже не возвращается. Приходит молодая пара ведь часто и исчезает навеки. Придносит младенца покреститься. Пропадает и младенец, и крестные родители. А просто батюшка их всех съедал. Только в посты все было благолучно. Люди у него исповедовались, крестились, собравались. Все без всяких исчезновений. Благочестный, конечно, знал про этого батюшку. Про эту батюшку на особенности. Но всегда говорил, что заменить этого батюшку некем. как строго человек пост соблюдает. Да. Саш, это юмор. Зачем похабчевую читать? Почему это похабчевую? Должен сказать, что вы хамса читали? Нет, дело тут не похабчевая. Дело в том, что существует целый пласт внутри церковного фольклора, внутри священнического фольклора, который совершенно в таком же духе. я могу просто не... Это очень православная писательница, и она... Это уж как бы совсем такая священничка. Я понимаю. Ну да. Но мы понимаем, что... ему говорили, что там родители надо слушаться. Это не проблема, стараюсь слушать. Не надо, понимаешь, девочек обижать. Нет, батюшка, не... Ну так иногда заказу, подфильям по голове. Как бы просто так. А он говорит, вот драться с другими мальчишками не надо. А вот это батюшка не могу. Ну как же не могу? Не надо драться. Ну как же? Ну такая же ситуация возникает каждый день, что просто ну нельзя вот ему не дать по роже. Говорит, нет, а ты вот, понимаешь, прочитай про себя отчина аж три раза. Постарайся как бы понять, что вот, может быть, он не такой плохой. А он говорит, ну да, ну да, батюшка, вот стараюсь, читаю, да, ну все равно. Ну вот он вот бывает, он подойдет ко мне вот ни с того, ни с сего и по уху. Понимаешь? Говорит, понимаешь, вот можно его оттолкнуть. Главное, с большой любовью. Понимаешь? Говорит, ты должен себе большую любовь воспитывать. Вот, оттолкни его, но с большой любовью. Говорит, ну да, бывает, а вот бывает, батюшка, что вот оттолкнешь его, а он не унимается, он все равно лезет драться. Говорит, ну тогда ты, говорит, вот ему как-нибудь руку так заверни, чтобы драться не мог, но тоже, говорит, с большой любовью, объясни ему, что ты не хочешь его обидеть, а все это, ну да, да, что он зараза, понимаешь, вот все равно вырвется, или потом опять подваливает с друзьями, вот, ну что делать-то? батюшка говорит, ну ладно, тогда нужно делать так, так вот знаешь, развернись, и так ему по уху со всей дури, но с большой любовью. Вот знаешь, вот это тут тоже, да, да нет, но поздно то, как соблюдать, с большой любовью. Ну мы отвлеклись. Слушай, ну в общем, я только что хочу сказать, может быть, сам Андрей Кураев своей вот публикационной активностью выполняет некоторую роль юромства. Да. Это еще может быть. Но во всяком случае, точно, по-моему, будет неправильным думать, что вот священники-епископы, которые усиленно грешат, берут на себя подвиг юродства. Почему? Потому что кто-то сказал, ты сказал, что они тогда бы все это делали публично, как это делали все юродивые. Ну, все-таки есть требования законодательства, в конце концов. Они так и делают почти публично. Ну, тут понимаешь, тут либо ты юродивый, либо ты оглядываешься на общественное мнение, на законы и все такое проще. Так они по полу его делают. Юродивы уже не сажали в России. Ну, не те времена. Не те времена, да. Нет, я, вот у меня как бы технически два замечания получается, что думать, что именно плохой священник или безобразный епископ является таким побудительным мотивом для простых верующих как бы обращаться к Богу, думать, что хороший священник благодаря личным качествам это делает. На самом деле это вещи мало связанные. В конце концов, личные отношения между мной и Богом устанавливаются, ну, ну, что священник здесь может сделать, понимаете? Чем он тут может помочь или помешать по большому счету? А я вот, кстати, против немножко того, что говорит Игорь, добавлю, что на самом деле как бы никто не становится священником по своей воле. Это тоже достаточно такая интуиция христианская уже давно уже опробированная и проверенная, что на самом деле священником становится по воле Божьей. Или там монахом в том числе становится по воле Божьей. То есть, если какой-то человек становится священником и потом его поведение становится каким-то таким похабанным, то, возможно, в этом проявляется какое-то промышление Божье какое-то. Пусть оно какое-то нам непонятное, но оно такое специфическое. Я делаю вот в чем. К сожалению, это некоторое романтическое представление о священстве. Что вот человек по некоторому призыву, по призванию, по психологическому обращению Бога становится священником. К большому, великому сожалению, в мире устроено все вполне себе не так. Есть люди, которые по призванию. Есть огромное количество людей, которые идут священники по наследству, к примеру. Вот тут года два, лета три назад было в центре при Федоровском соборе, где я прихожанином. Был такой круглый стол по поводу того, что существует ли... Это на Полтавской, что ли, Федоровской? Нет, это на Мельгородской, это за Московским вокзалом собор Федоровской иконы Божьей. Да, так вот это родное тоже с ним имею в виду. Полтавская? Там же, если улица так Полтавская идет, а потом Мельгородская, а потом А может быть и Полтавская? Я не помню, какая там есть. Непосредственно это Мельгородская. Мы все понимаем, что это. Ну, значит, правильно понимаете. Значит, там был круглый стол на тему того, что существует ли опасность сословного воспитания, превращения духовенства в сословие. Ну, это известно. А? В Дочем Восточном. Совершенно верно. Да, и это, кстати, считается одной из причин как бы катастрофы общества, в которой оно оказалось в начале XX века из-за вот именно того, что, например, духовенство было сословлено. Вот. И там было очень любопытное обсуждение, но в какой-то момент я не выдержал, я встал и спросил как бы тех батюшек, которые, собственно, составляли круглый стол. Скажите, а ведь для того, чтобы было дворянское, то есть не дворянское в данном случае, а священническое сословие, должно быть сословное воспитание. То есть это должно превращаться в некоторую замкнутую среду, внутри которой как бы выращиваются будущие священники, и их прямо вот и рожают в качестве будущих священников. А потом мальчиков, девочек в папатьи там, например, сразу готовят и все такое прочее. То есть вот тогда это будет сословным. Я говорю, что такого рода сословное воспитание и образование есть, очень характерным образом было следующее. Вслух никто на этот вопрос мне не ответил. Но жестами один из священников, к сожалению, показал, что да, такое есть. Ну это же из разряда, что любой родитель хочет, чтобы его ребенок стал живым. Совершенно верно. Это, конечно, все хотят. Тоже стал генералом, да. Это все хотят. Но ты понимаешь, к чему это ведет, да, когда молодой человек идет в семинарию просто потому, что папа у него священник. Он сам к этому всему относится вполне себе цинично и вообще, может быть, в Бога не сильно верит. То есть как раз он и становится этим самым эродиумом. Ну совершенно верно. эродиумом. Он не эродиум. Он не эродиум. Он не эродиум в понимании. Это человек, который занимается не своим делом. Зарабатывание с денег. Да. Он зарабатывает деньги, он зарабатывает влияние. А развлекаться, он развлекается так, как вот ему позволяет обстановка. Потому что развлекаться другими способами ему вообще запрещено. Да. Он не может сидеть, обнимая полуголых девиц в стриптиз-баре. Не может. Ему надо это где это делать, чтобы никто не видел. Ну и... В концепции православие ничего не существует случайного. У тебя так получается, что все как-то складывается случайно. Не все складывается случайно. Но есть случайные люди. Есть случайные люди. И то, что есть случайные люди, также присутствует промышление Божие. Даже в этом. Во всем. Это не розовый. Это не розовый. Это просто Бог есть все и это все по воле Божией. Нет. Внутри религиозного мировоззрения ничего не бывает случайно. Ничего не бывает. Понятно, что может быть с нашей человеческой точки зрения он человек случайно. А с точки зрения Божьей может как раз он может уже не претендует на юродство. Но в каком-то смысле он. Он кому-то может покажет, что надо не на священника обращать внимание, а устанавливать личное отношение к Богу. Игорь говорил, что пример приводил своей знакомой, которая отошла от православия, так сказать, увидев вот эти парни там пьют им материации и потом прислуживают священию. Да. И дело в том, что такая реакция будет стандартной в подавляющем большинстве случаев у верующих людей. То есть увидев вот это похабство, так сказать, ну здесь она увидела похабство этих мальчишек, а здесь... Это не особо верят. Что с чем вера? Ну это же смешно, что вот как это с Йовом было, да, Йову там что получается, как бы у него забрали его стадать, его семьи, и он должен был сказать, ну, так тебе, что за Бог такой, забирает у меня, плохой Бог, пойду к другому. Ну вот сказал, Бог дал, Бог взял. То точно так же и эта верующая должна была поступить. Да, может быть, и те, кто служит Богу, они, может быть, недостойны, это никак Бога не умоляют. Бог, как бы, как поругаем, не бывает. Игорь Николаевич, а вот вопрос вам можно? Вот я слышал, по крайней мере, в 1800-х годах, что вот священниками становились по наследству. То есть, значит, если в семье был ребенок, то один из детей, наверное, в основном старший, ну, наверное, там было право выбора, потому что детей было больше, вот я не знаю эти нюансы как, становился священником. Если, значит, в семье не было у священнослужителя детей, то тогда, значит, становился этот муж дочери. Ну, то есть, кто он? Зять, да, получается? Ну, да. Вот таким образом передавалось это, вот это создавалось таким образом бусословным. Да, это? Ну, да. Когда эта традиция началась и когда она закончилась? Знаешь, как бы с одной темой переходим на другую. Мы же не обсуждаем. Ну, а что мы обсуждаем? Что такое бусословное общество? Что-то, кстати, интересный этот вопрос. Юродивые, которые, настоящие юродивые, которые были в России, они своим юродством показывали как раз вот то, что говорит Булафт, независимость от церковной машины, в своем отношении человека с Богом. То есть, они как раз протестовали против узурпации церкви и против того, что церковь брала на себя и только, и только, и тут, грубо говоря, говорил, только мы можем связать вас с Богом. А в ситуации, когда здесь наши священники ведут себя непотребным образом, этой ситуации нет. Они, тем не менее, все равно узурпируют власть. Дело в том, что это старый парадокс. Не только юродивые были в конфликте с церковной иерархией и вообще с церковью как организацией. А практически все святые, о которых мы знаем, не только их жития, а более документальные описания их жизни, практически все они были в конфликте с церковной иерархией. Практически все. Вот и все. Почему? Потому что личная святость никаким образом не встраивается вот в эту церковную вертикаль. Просто вообще никаким. Понимаешь, это церковная вертикаль. это священие где-то прелюбодействует и пофиг. Ну, совершенно верно. Я в качестве такого вот легкого намека, я просто хочу сказать, что это не связанные вещи, то есть состояние священников и епископов. Вот есть Лизкова, это замечательная повесть «Очарованный странник». Это история о жизни человека, который был старовером. То есть он был таким вот или как они там сами себя называли, я сейчас не вспомню. Ну, в общем, нашими сердечными словами старовером. И в какой момент он обратился в официальное православие? В тот момент, когда он где-то там в лесу столкнулся с человеком, монахом, который был реальным подвижником и реальным святым. И он при этом причислял себя к официально православной церкви. Он когда в точности понял, какого уровня перед ним человек, он про себя, как он потом рассказывает, да, я, говорит, ужаснулся. Потому что, говорит, если хотя бы еще один такой человек есть в православной церкви московской, это значит, что истина за этой церковью, а не за нашей. То есть как бы наличие реального праведника, реального святого, вот что делает как бы церковь церковью и привлекательной для людей. А вовсе не состояние иера. Иера, да, не состояние криера, да. Да, совершенно нет. Это само по себе, ну как бы это важная штука, но вот я думаю, что это второстепенно. Вопрос тогда встает вопрос священник, который, грубо говоря, днем прелюбодействует и ночью молится, является ли он тем, скорее наоборот, ну... Но вопрос встает же, что в каждой церкви, в каждой религии есть... поскольку видишь ли... Суфии есть мусульмансы, то есть... Суфии сами по себе это всего лишь как бы определенная духовная практика, да. Ну, святость... А святость мы говорим о другом. Видишь ли, поскольку вообще религия это опыт личного отношения с абсолютным, то я не вижу здесь небольшой проблемы. Никакой проблемы. Есть такая проблема, когда человек утверждает, что я увидел святого и поэтому в этой религии. Но мы поговорим в другой религии и поймем в то же, что здесь нет разницы между религией. А в некотором смысле да. В некотором смысле да. И вполне в том же старое веро быть находит святого. Иисус Христос это есть нет, подождите. Иисус Христос сказал, что никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня. Все правильно. Никто не знает Отца, кроме Меня. И поэтому на самом деле все к Богу приходят истинно только через Христа, то есть через Христину. Так что все остальное есть с православной точки зрения. Ну, ты пойми, ты можешь если бы Иисус Христос был таким вот как бы заветной скалой где-то в Гималаях, до которой добрался и значит точно пришел к Богу. А это же грубо говоря встреча с Христом это некоторый мистический опыт, который поклоняется в тот же раз мистический опыт увидел Христа. Я ничего не знаю в этом смысле про суфьев или про каких-нибудь мусульманский святых святых такие же. То есть вполне с такими какими очень может быть очень может быть что они в действительности действительно приходят к Богу через Иисуса Христа. просто они этого не осознают. То есть то, что христиан отличается от сумасшедших тем, что они что-то осознают, а теперь получается что и святые и поневоле. Нет, они не святые поневоле. Но просто видишь ты можешь в разной детальности осознавать свой опыт с тобой произошедшей. это уже не пытаешься сгладить. А на самом деле просто как действительно Раф Александр что Христос только в православной церкви, а все прочее от лукавого. Откуда берется вот этот догматик? Нет, я просто хотел сказать, что на самом деле все это неких родных конструкций всей религии, что есть некое прямое общение человека с Богом, а все остальное это только способы лестницы разные. Может через христианство, может через мусульман. Теперь ты начинаешь ждать то же самое. Нет, я потом это была ирония. Да, там была ирония, а сейчас ну да, пути разные, Бог один, а пути разные. Вот и все. Так а проводники могут быть или не могут быть? Иродиевые? Проводники могут быть, иродиевые. Проводники в ЖТ? А вот я хотел бы еще добавить такая тоже важная мысль, мне кажется, что на самом деле, возможно, священники должны, ну как бы по своему статусу олицетворять состояние паства. То, что как бы, потому что как-то не любят паства на самом деле, обращают внимание на свои личные грехи, они-то говорят, я-то-то святая. Ну, священник, ты там какой плохой, а я-то-то святая. И быть может на самом деле вот такое неприглядное состояние священства, оно как раз показывает, что неприглядно на самом деле живет паства. Что раз у вас такие священники, раз Бог попускает, чтобы вот такое непотребство творилось наверху церкви, значит, на самом деле что-то непорядок какой-то с народом, с паствой, которые к этим священникам ходят. они может быть осмыслят, что они вот как-то живут неправильно. Ну, священники же грешат не ради всех этих, так сказать, как бы вещей таких, чтобы кому-то что-то объяснить, доказать. Они грешат ради своей греховности. Да это ладно. Ну, Палат, ты другой точкой строил. Ты говоришь, что ничего не бывает случайного. Да. Они думают, что... Что грешат случайно, что грешат вовремя, на самом деле. Раз Бог попускает, что вот такое священство призывается, значит, как вот, условно говоря, как говорят же про государство, что каждый народ достоин своего правителя. А в чем тогда вообще состоит свобода обращения к вере? Если Бог вообще тут у Бога все схвачено. Вроде и состоит в том, как вот съемок, понимаешь? Что раз вот, когда... Если было бы все хорошо, неудивительно, на самом деле, что ты бы стоял в церкви. Но когда все плохо, останешься ли ты верить Богу? Когда все плохо, и священники какие-то неприглядные вещи сотворяют. ты забываешь, что есть еще, помимо, так сказать, есть же верующие недавно уцерковленные, есть дети, в конце концов, понимаешь, у которых нет твердости убеждений, которых можно веру поколебать вот такими вещами. Правильно, и поэтому путь как бы к Богу непросто, непрямая линия, понимаешь? Непрямая линия. В этом священники так же обладают. А что он и путь? В этом интересном фильме Голгофа, там, значит, речь идет о том, что к священнику на исповедь приходит человек и говорит, что меня развратил католический священник, много лет назад, 20, не испортил жизнь, но вы хотите ему отомстить, спрашивает у священника, нет, говорит он, я с того, что меня развратил плохой священник, через неделю, в воскресенье, я убью хорошего, то есть я убью вас. Вот такой тезис. Из того, что он поступил этот, то я убью вас, то есть хорошего священника. Такое очень тоже забавное точка зрения. И вот тому дается 7 дней, на то, чтобы либо избежать этого наказания, либо прийти, как Иисус Христос пришел на расстрете на свое собственное. Так и ему здесь прийти... Принести грехи. Да, и прийти на это, на убийство, на убийство. На убийство. Это совсем другая тема, чем ты... Ну, я, да, я об этом... Я об этом человеке буду. Не прямые пути. Не прямые. Ни в коем случае не прямые. Идите узкими вратами. Это широкие врата, которые ведут в ад. Понимаете? Это истина на самом деле. Она постоянно везде присутствует. На самом деле христианство изначально парадоксально. Оно живет в парадоксе. Но только это парадокс осмысленный. Его надо увидеть и начать так же. Истинный. Спасибо. Спасибо.